здравствуйте же мы подписчики модель ножа под названием крыса я думаю представлять никому не надо моделька известно абсолютно во всем мире и люди я знаю разделились уже на два лагеря то есть одни увлеченные уверены что это самый практичный и самый в принципе универсальный складной нож и другого не надо другие же утверждают что абсолютно ничего такого в нем нет и не заслуженно он завоевал как бы все всемирную любовь нажиманов но сегодня дело вернее разговор пойдет не об этом то есть я в данном видео воздержусь от своих каких-то эмоций мнений и так далее тут как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные я просто хочу вам показать вот эту модельку который как ее сделал компания вайстарт и ее отличие с недорогой китайской репликой крысы оригинала у меня к сожалению в руках нет поэтому сравнивать будем с реплика тем более разница у них небольшая но я имею ввиду вайстарта и крыс и реплику подделка на стоит 300 гривен вайстарт стоит 450 гривен оригинал районе полуторы тысячи итак поехали по внешнему виду все абсолютно одинаково ну кроме конечно же надписей накладки g10 форма клинка одинаковая длина клинка у вайстарта 95 миллиметров у реплики я намерил чуть чуть меньше если вот так вот прислонить то реплика буквально на пару миллиметров все-таки короче следующее что бросается нас в глаза то есть на вайстарте у нас режущая кромка начинается от тупья она на уровне находится а на вайстарте все-таки режущая кромка чуть-чуть выступает имеется такая манюсенькая дулька что в принципе облегчит задачу при заточке толщина клинка у реплики 3 54 миллиметра на вайстарте 53 53 54 55 но в принципе по обуху они абсолютно одинаковые спуски от обуха сатин финиш клинка имеется разница в шпинке то есть если вы захотите снять шпинек то для вайстарта нам понадобится всего лишь торт на 6 крысу придется разбирать уже плоскогубцами ну и самое основное отличие это конечно же в замке то есть у реплики как и на оригинала у нас замок лайнер лог вайстарт имеет замок axis лог лучше он или хуже тут как бы на вкус и цвет как бы решайте сами в принципе для обычного хард юза открывание пользования ножом то есть одной руки одной рукой можно открывать хоть один нож на лайнере хоть на аксисе в принципе без труда сразу хочу отметить кстати что аксис достаточно такой тугой и вот на пальцы надавливает крепко когда вы его отодвигаете но при этом мы имеем вот такой хороший щелчок при открытии ножа минус тугой пружины это то что вы принципе получаете какой-то дискомфорт при закрывании но тугая пружина соответственно хорошо выдавливает вот эту банку стопорную на пяту и хорошо фиксируется то есть заходит банка как вы можете видеть от натертости где-то миллиметра на 3 на 4 что на самом деле очень здорово насечки имеется и на том и на другом на сетом на ноже то есть где-то не глубже где-то менее глубже но по удержанию принципе одинаковой разницы вы не увидите клипса на реплике переставляется на все четыре положения на ноже от вай старта всего лишь два положения под левшую под правшую осевом осевым вниз только положение тип об для мне для меня принципе никакой никакой проблемы это не не все то есть я всегда нашел вот таким вот образом в кармане нож на реплике у нас не имеется абсолютно никаких выборок облегчений то есть просто две пластины на которых крепятся накладки из g10 вай старт конечно ребята молодцы облегчили и один и второй лайнер и вес вай старта теперь 150 грамм в реплике 167 17 грамм много ли мало разницы не знаю вам решать но с тем учетом что и клинок на 2 миллиметра короче вес больше но тут конечно неотъемлемый плюс вай старту ну естественно материал клинка то есть вай старт у нас аус 8 поставили железку как собственно и на оригинальном ноже то на реплике завод производитель указывает 8 chrome правда ли это или нет то есть тут как бы на совести производителя но если любой китайский производитель даже он дорожит своей репутацией ему какую-то фигню ставить на свои ножи я думаю смысла нет потому что репутация она такая может либо служить на руку производитель либо же наоборот может подкачать то по реплике тут как бы каждый абсолютно завод там третью смену шлепает всевозможные реплики и абсолютно никак не отвечает за его качество естественно вы видите разницу в количестве бонок то есть там их 5 здесь 2 но что порадовало то что один и другой нож можно раскрутить всего лишь двумя торксами то есть нам достаточно 8 8 и 6 для вот этих вот боковых бонок бонок и все и нож раскрутиться исполнили и те и другие восьмом бонку с одной стороны и не чуть-чуть срезали поэтому нам не нужно иметь две отвертки достаточно будет одной чтобы ножик разобрать но и почистить при случае восьмом узле и в одного и другого ножа имеется шайба шайбы из старопласта вернее не то чтобы старопласта какой-то белый прозрачный материал я вам фотографию сейчас вставлю хорошо это ли плохо не знаю до этого не имел никакого опыта общения можно сказать с такими вот материалами коробки вот такие вайстарта то есть характерные для для компаний вайстарт серая коробочка ну и таких вот как в коробках поставляется реплики по цветовой гамме естественно реплики выигрывают там просто наверное около 10 разных вариаций с и с клинком там цветом клинка и рукоятки ну просто капец то вайстар сделали всего лишь два цвета на сегодняшний день это у нас камуфляж и черная g10 g10 кстати одинаковые и новой старте и на китайской реплики то есть вот такая вот текстура цепкая то есть тут плюс плюс ну а какой нож вам больше нравится можете написать в комментарии что вы считаете правильным переплатить все-таки 150 гривен и получить брендового китайца крысу в исполнении вайстарт но естественно с другим замком либо же сэкономить и получить абсолютно одинаковую по внешним признакам крысу как и у онтарио рэд на этом пожалуй все подписывайтесь на наши группы в соцсетях всем спасибо за внимание пока